Здравствуйте, друзья! Как обычно, в это время мы рассказываем вам истории успешных людей, которых вдоль общечеловеческой массы становится все больше и больше, и на их примере мы предлагаем вам вдохновляться и никогда не бояться делать шаги в направлении к своей мечте. Сегодня у нас в гостях дизайнер, владелец предприятия по пошиву детской одежды под собственным брендом, член Московской торгово-промышленной палаты Елена Арсеньева. Здравствуйте, Лена! Здравствуйте! А расскажите, пожалуйста, что представляет из себя ваше дело? Вы дизайнер детской одежды, бренд так и называется, Елена Арсеньева. Бренд называется Елена Арсеньева, но как бы несколько направлений имеет мой бренд, потому что есть госты определенные, которые подразделяют детскую одежду, и поэтому, чтобы не путать, не было, так сказать, неразберихи, я сделала несколько направлений и назвала их, каждое направление, своим именем. Ляля – это для новорожденных деток, для 28 лет. Да, у меня хорошее название. Вот, потом у меня еще будет одежда, она сейчас тоже запускается уже на фабриках, это одежда для деток до трех лет, и шикарная школьная форма, она уже прошла маркетинговое исследование, это в стиле Коко Шанель, она так и называется, Париж Шанель. И планируется вот мужская одежда, но это как бы благодарность моему бизнес-тренеру, его зовут Александр, и бренд тоже будет называться «Александр». Здорово. Скажите, пожалуйста, а вот эта вот Париж Шанель история, это только для девочек школьная форма? Мы планировали только для девочек, но так как вот правительство Москвы мне помогает продвигать мою одежду, я выезжаю в регионы уже четвертый год при поддержке правительства Москвы, это бизнес-марафон, я встречаюсь в регионах, многих уже в регионах встретилась с магазинами, и интерес очень большой, попросили расширить линейку и сделать и для мальчиков. Но сейчас на данный момент на фабрике находится вот уже в запуске, чтобы поступила в магазины школьная форма в следующем году, это именно пока для девочек. То есть можно сказать, что у вас бренд федерального масштаба, вы работаете по всей стране, правильно я понимаю? Сейчас федерального, но на данном этапе при поддержке правительства Москвы, это как нас развивают, и я уже посещала, было открытие именно, ну как бы, кто желает средний и малый бизнес выходить на зарубежные рынки, и я изъявила желание, попала в эту базу, нас сейчас начинают уже обучать и потихонечку готовить, выходить на зарубежные рынки. И начинаем мы с ближнего зарубежья. На данный момент сейчас уже запланирована поездка, и я записалась в эту поездку, это Минск, пока ближнее зарубежье, а потом будет просто расширяться. Но так было не всегда. Я думаю, что, наверное, в детстве вы шили куклам. Откуда такая любовь к вашей одежде, особенно детской? Расскажите. То есть это у вас ваше призвание, в котором вы проявились уже, наверное, в юном возрасте? Ну, если сказать честно, я родилась с иголкой в руках, образно говоря. Сама я родилась в Туле. Ну, и многие мне смеются, как бы, да, вот есть такие всякие поговорки и былинные, то, что оттуда вышло очень много умельцев. У меня тётя Шила работала в ателье, я очень много за ней наблюдала. А так, конечно, в третьем классе я уже писала сочинения, когда мы писали в своё время, кем мы хотим быть, я уже писала, что я буду шить одежду. И у меня была подруга, с которой мы вообще-то планировали поступить вначале в техникум на торгово-экономическую, это именно факультет, и я прошла успешно уже все подготовительные курсы, но в последний момент всё-таки вот моё стремление шить взяло своё, и я пошла, поступила в простое училище, именно стала портной учиться. Но портной не простой-то именно на поток, а для ателье люксовых. И очень долго, именно перед тем, как вообще открыть свой бизнес, я работала вначале в закрытых отелье, или в люксовых, или с дизайнерами делала коллекции прет-а-порте. Вот это очень интересно, потому что мне казалось, что любой человек, который решил стать дизайнером одежды, быть модельером, он скорее будет поступать сюда к нам в институт, как это называется, в Косыгинские вузы. Сейчас очень много вузов закрылось, к сожалению. Не то, что закрылось, они реформу, соответственно, проходят сейчас, потому что, ну, не знаю, там каких-то своих соображений государство это делает. Я сейчас тоже учусь, но это коммерческий вуз. Я тоже хотела начать именно получать образование сразу после школы дизайнерская, и тем более наша школа, здесь недалеко находится, 540-я, она именно эстетическим таким уклоном. Нас много по выставкам возили всегда, по музеям рисовать учили, красиво, культурно разговаривать, музыки. Поэтому у меня просто не получилось. Ну, в связи своих там каких-то определенных жизненных возможностей. И я поднималась, именно, так сказать, прошла весь путь от портной, повышалась определенные там через несколько лет, потом закровщиком училась, потом модельером, конструктором. Сейчас вот я заканчиваю колледж, и потом буду заканчивать там же институт на дизайнера. То есть вы про швейное дело знаете абсолютно все? Да. И все можете сама, своими руками, в принципе, воспроизвести? Но я так и делаю сейчас. Даже сейчас, когда у вас уже бизнес, и можно... У меня есть бизнес, да, но именно основные разработки, именно лекала и дизайн, это... Все на вас. Все на мне. Я понимаю, что жизнь заставила не получать там какое-то высшее образование, а работать, трудиться, зарабатывать деньги с самого юного возраста. Что вас держало на плаву? Не обидно было, что там, не знаю, девчонки бегают на танцы, ездят отдыхать и загорают, а вы пашите, а вы не поднимаетесь там от стола, от закройного, или искололи все палки иголками, прямо какой-то Диккенс представляется. Или все-таки находилось время для себя, любимый? Не, ну для себя, любимый, всегда время находилось. Во-первых, у меня уже сын взрослый, и я ему тоже хочу большое спасибо сказать за то, что вообще открытие бизнеса – это его шаг и его вложение. Как бы благодарность, то, что я в свое время, просто в 90-е годы я планировала и открывала свой бизнес, но из-за него я закрыл, он болеть начал. Ну, стал подрастать, как бы такой бывает период у мальчиков, и передо мной стала дилемма или заниматься сыном, или как многие в 90-е просто уходили в бизнес, но дети оказались просто, ну так сказать, брошены. Ничего себе. Я сделала выбор, конечно, что для меня дороже ребенок. Сейчас моему сыну уже 28 лет, бизнесу моему 5 лет, и вот именно первые вложения, именно поддержка где-то грамотная, потому что у него хорошее образование, ну, именно с его стороны я получила. Он открыл, зарегистрировал, на первых этапах помог, сейчас я уже самостоятельно занимаюсь бизнесом, ну, там где-то помогает, вот сейчас там сайт, например, мне помогает разрабатывать, ну, такие вот уже. То есть у вас есть такая надежная поддержка, которая знакомит вас со всеми современными, я не знаю, способами маркетинга, продвижения продукции, с инновациями. А в бизнес-школу он вас тоже отправил? Нет, в бизнес-школу пошла именно я сама, и я об этой вообще программе обучающей среднего и малого бизнеса еще узнала до кризиса. Я работала как наемный сотрудник, работала, ну, как бы уже в бизнесе и вела целое направление. Эта компания, она занимается игрушками, они меня нанимали вот именно как раз на стартап. И я им сделала полностью коллекцию детской одежды, небольшую, и она успешно в кризисе у них продалась в детском мире, в сетях. И, к сожалению, произошел этот кризис, меня сократили. Все встало? Все встало, сын мне помог открыться, и я знала, что вот есть такие курсы. И я уже как... А какие конкретно, как назывались они? Я просто прочитала где-то, помню, информацию, что вот есть непосредственно какие-то обучающие программы для работников малого и среднего бизнеса. Вот эту информацию я знала. В Москве? В Москве. А так как я уже стала предпринимателем, и на тот момент, когда я была наемным сотрудником, мне нужно было разрешение, соответственно, руководящих, людей, чтобы они меня направили. А здесь я могла уже самостоятельно сама идти учиться и направлять туда, куда я уже хочу. Я узнала, как раз есть специальные подразделения, в каждом районе в тот момент были. Сейчас уже есть сайт, есть информация. При правительстве Москвы, получается? Да, это именно правительство Москвы. Это называется поддержка при правительстве Москвы. И еще, по-моему, там... Какая-то, не помню, уже... Какая-то структура еще. Структура, да, они сейчас объединились. Тоже наша локальная московская. Да, именно московская. Я сейчас рассказываю вообще именно то, что делается для предпринимателей московских. Потому что каждый регион, каждый город, он по-своему оказывает помощь предпринимателям на месте. Я, как московский предприниматель, именно пользуюсь поддержкой правительства Москвы. И я начала уже обращаться именно в свой региональный отдел по развитию. Сейчас он тоже закрылся. Уже объединили в другую структуру. И вначале там мне советовали, куда мне пойти. Первое мое обучение было... Это было не торгово-промышленная палата, а АМИР. Но я тоже с ними дружу. Очень серьезная организация. Тоже у них сильные очень курсы проходят. А на следующий год я познакомилась с торгово-промышленной палатой. Я уже у них очень много училась. Очень грамотные курсы, грамотные специалисты. И главное, что все это можно сегодня применить на практике. То есть это не просто была какая-то чистая теория. Да. Подробности позже, после новостей. У нас в гостях дизайнер Елена Арсеньева. Сегодня с нами в доле дизайнер, владелица предприятия по пошиву детской одежды под собственным брендом. Член московской торгово-промышленной палаты Елена Арсеньева. Напомню, наши координаты. 65 10 99 6 московский телефон. Заходите на сайт Финам.фм, на страничку программы в доле. Если есть вопросы, смело задавайте их. Лен, скажите, все-таки, пока вы работали не предпринимателем, а в ателье учились, что вас не устраивало? Почему захотелось создать собственный бизнес? Что послужило толчком для самостоятельного плавания? Ну, с одной стороны, устраивало все, но вот последний, который я вам говорила в начале, да, у нас была беседа с вами, последний вот этот проект, который меня наняли, и я его полностью разрабатывала от начала до конца, плюс выезжала в Китай, и там еще китайцам объясняла и запускала. Я увидела результаты свои, и, знаете, когда я вот один раз сидела в Китае на фабрике, и до меня вдруг доходит, что я вот сижу здесь, а вокруг эти фабрики, там большая такая мощность, одна фабрика, я объяснила, запускает, уже делает специально, потому что все было под заказ сделано, ткань красит, да, нам производят волокна из каких-то стран для этой ткани, поставляются. Другая фабрика по моим эскизам разрабатывает там слайдеры вот эти вот для курток, потому что все было именно сделано под моим дизайном, вся эта коллекция, хоть она небольшая. Все, фурнитуры. Все, вообще. И меня, знаете, даже вот пуражки, как вот говорят, пробежали, я поняла, какая мощь вокруг меня, что это я запустила что-то, я могу. И стала, и решила делать свое дело. Да, я просто после этого поняла, что я могу сама. А в Китае вы оказались благодаря вот этому стартапу? Да, да, да. То есть они вам предложили ехать туда? А у них игрушка вся размещалась именно там, уже все фабрики, партнеры были там, была договоренность, что мы свою коллекцию именно разместим там. Если честно, у меня есть близкая моя знакомая Наталья Огаревская, это хозяйка журнала ФМД. Вот, при ее журнале в свое время приезжал профессор Шварц из Германии, он читал тенденции моды. И в конце его самой любимой темой было вот именно Китай. И он нас всегда учил не ездить в Китай ни в коем случае. Ну, то, что как бы если высокая мода... Шерпотреб в Китае. Да, понимаете, что это не то. И он как бы мне преподнес так Китай, что да, они хорошие ребята, умные, но это не наш путь. Когда мне сказали, что я поеду в Китай, я даже не поверила, что это я. Сейчас я вам могу сказать честно, что там действительно есть... Я не хочу сказать плохо про нашу страну, но там все-таки люди есть, специалисты, которые работают со всем миром. И мне понравилось с ними работать, очень грамотно работают. А как вы, вот когда уже строили свой собственный бизнес, как вы находили фабрику, как вы находили контакты с нужными людьми? Вот я не знаю, ну, допустим, хочет человек делать какой-то действительно хороший продукт и понимает, что его нужно производить в Китае, но даже если не было профессора Шварца, мы понимаем, что это гигантская страна, в которой масса подводных камней. И самое главное, это барьер языковой, культурный. Как пробиться, как найти эту фабрику, как не, я не знаю, там, не потерять свои деньги, в конце концов. Это были какие-то посредники из России? Или вам помогла, опять же, торгово-промышленная палата? Каким образом вы нашли свою нишу там? На тот момент у того человека, кто сотрудничал с Китаем, у него, соответственно, уже были наработаны, ну, люди и связи. То есть поделился просто партнер своими контактами? Да, и на данный момент просто я такой человек, я стараюсь со всеми расставаться, насколько это возможно, с моей стороны корректно. И все люди, которые сейчас работают со мной в бизнесе, помогают, это мои сотрудники, с которыми я работала ранее, когда-то. Вот, например, менеджер, который сейчас мне помогает здесь, в России, вот шапочки запускать. Мы с ней работали на одной фирме, нас всех сократили. Я ей предложила со мной сотрудничать, и вот мы уже несколько лет вместе сотрудничаем успешно. Торгово-промышленная палата сейчас тоже мне очень хорошая дала контакты, именно в Китае, когда я озвучила, потому что вот тот проект, про который я говорила, бизнес-марафон, я выехала, показала им свою коллекцию школьной формы, шапок. Регионы очень заинтересовались моей одеждой, всем понравилось. Но есть определенное «но». Мы знаем, что регионы, они не столько получают, как мы в Москве. Не так кредитоспособны. И они мне просто просили, настолько им понравилась моя коллекция, чтобы я нашла возможность... Удешевить производство? Да, именно доступность делать для регионов. И, конечно же, первая мысль, которая ко мне пришла, это Китай. Торгово-промышленная палата мне сейчас дала контакты, людей наших, которые от торгово-промышленной палаты работают там. Я непосредственно буду с ними связываться, чтобы просить о помощи. Плюс поддержка правительства Москвы тоже мне там оказала кое-какие контакты. И есть возможность помочь бесплатно переводом еще чем-то. Правительство Москвы сейчас очень помогает. Именно таким вот, может быть, не сколько финансы на руки, а именно специалисты, которые стоят... Механизмы движения, да. Которые я бы не потянула бы сейчас бы нанять и иметь в своем штате. Но я могу обратиться к определенным людям, и они мне грамотно помогут в этом. Здорово. То есть получается, что российское производство, как ни старайся, невозможно в первую очередь для предпринимателя по причине дороговизны этого производства, да? Почему нельзя было шить в России? В Китае дешевле? Вы знаете, честно говоря, сейчас то, что я буду говорить, может быть, не очень понравится нашим российским производителям. Есть и хорошие производители. Я поделюсь своим немножечко нехорошим опытом. Обратились на фабрику, да, все замечательно. Связали... Наверняка они в Москве, да, где-нибудь? В Москве, в Москве, да. Вот это вот моя менеджер, которая со мной работает, она, у нее есть уже партнеры. Обратились, все хорошо. Начали так замечательно все они сделали. В Аталии я к ниточке закупила, вот именно для новорожденных вязанная одежда. Связали первые образцы. Я повезла. Но ту цену, которую они нам озвучили, я говорю, она не подходит магазинам. Да, красивые вещи. Но если в магазин это поставить, это будет очень дорого. А ну хорошо, а если не в Москве шить, а в регионах, я знаю, там в Иваново можно уехать с производством и так далее, все равно будет выше, чем в Китае? Я еще не пробовала с этими производствами общаться. Как бы есть такая мысль, и я буду искать сейчас партнеров и дальше, развиваться. Но так как уже есть наработанная какая-то база в Китае, соответственно, я сразу обратилась туда и дала им попробовать также связать те же образцы. И когда я честно выезжала, показывала магазинам итальянской пряжи и производство наше, и сделано в Китае из их материала, но под моим руководством, потому что я именно ставлю требования, какой состав должен быть, но повторяют, они уже мое изделие по тем параметрам, которые, ну, образец им предоставляется, все технические параметры, документы, все показали на Китай. Вот так. Даже по качеству было? А доставка обратно в Россию, это же стоит денег? Даже посчитать, если все это... Даже с транспортными расходами? Ну, это, наверное, имеет смысл только в том случае, когда ты производишь немаленькое количество товаров, когда у тебя хороший красивый опыт. Скажите, пожалуйста, вот когда... Вот самое начало собственного бизнеса, когда была поддержка сына, вы, как человек разумный, мудрый, сразу пошли куда-то учиться, заручились поддержкой московского правительства. Что было неожиданным? Что было, не знаю, какие подводные камни выплыли? Обо что пришлось споткнуться? Сделали ли вы какие-то ошибки, как предприниматель, на начальном этапе? Ошибка была только... Самое главное, которое мы допустили, это люди. Не те люди? Да, оказались с нами. Ну, как бы... Вообще, в бизнесе, вот с чем я столкнулась, знаете, как получается, что мы начинаем бизнес, ну, как бы, да, вокруг нас есть определенные люди, наши, так сказать, или партнеры, или друзья, ну, с кем-то мы же начинаем это, делимся своими, так сказать, мыслями. Ой, как здорово, мы хотим с тобой работать, мы тебе поможем. Кажется, нам... Всем вот нам кажется, что мы на одном языке разговариваем, что мы услышаны. А потом в процессе оказывается совсем не так, что у тебя одни мысли, как бы, да, видение развития твоего бизнеса, а у людей совсем оказываются другие цели. Плюс был тот, что те люди, которые до сих пор вот прошли со мной уже, да, пять лет и оказались рядом, сразу озвучиваю всем, что я учусь сама, и, соответственно, кто хочет быть со мной в команде... Тоже должен все время учиться. Должен учиться. Эти люди все со мной рядом и благодарят, что дала такую возможность поучиться, даже вот сейчас новые какие приходят люди, так сказать, появляются в моей команде. Другие же люди сразу видно, тогда я этого не видела, а теперь уже научилась благодаря им. Если человек не хочет учиться, не хочет расти, то все, значит, он только на какое-то время делает свое дело в бизнесе. Как бы это, может быть, не звучало грубо или там обидно, но мы понимаем, что рано или поздно нам придется расстаться. Просто появились вот такие люди, которые, они на первом этапе не помогли мне, а наоборот, ну, как бы, тормозом оказались в моих процессах. В силу своей компетентности? На словах бывает так, что на словах люди умеют очень красиво говорить, а на деле, когда сталкиваешься, что... Ну, это, вообще-то, беда во многих бизнесах, не только в моем. Ну, и вы научились со временем, наверное, распознавать правильные люди или нет. То есть вам приходится еще и как HR-специалисту работать? Я и этому училась. Да вы что? Я прошла очень много курсов при правительстве в Москве. Вот это да. Но обычно, как-то наоборот, считается, что чем дальше развивается твой бизнес, тем скорее ты должен как-то передавать полномочия и, как сказать-то, сконцентрироваться на чем-то одном, в чем ты ас, а все остальное пусть делают специально обученные люди. А вы все взволили на себя? Нет, я не взволила на себя. Я пошла другим путем. Так как нас учили во всех этих курсах, я очень благодарна Александру Васильевичу Крохотину, который бизнес-тренер, непосредственно именно занимался моим обучением. Мы познакомились с ним на курсах от правительства Москвы, но человек во мне увидел потенциал. Я вам очень благодарна, что он меня поддержал как личность, именно как наставник. И до сих пор является моим наставником именно в управлении человеческими ресурсами. И я просто для себя поняла, по его, так сказать, наставлению, что вокруг себя нужно иметь определенное количество людей, с кем бы ты в дальнейшем близкий, имел контакт и общение. А остальные люди будут входить в твой бизнес уже просто на какие-то позиции, на оклады, на определенные выполнения. Ну, как механизмы, да, вот бывает в часах. То есть дружба-дружба, деньги в рост. Да, поэтому я на данном этапе почему занимаюсь всеми необходимыми делами и подбираю специалистов, которые будут близки именно ко мне, с кем мне комфортно. А дальше, когда пойдет развитие, уже будет набираться еще больше людей, потому что у меня глобальные планы, то, соответственно, они тоже будут отбираться и отсеиваться соответственно, но уже специально поставленными людьми, которым я буду доверять. Сына вы не привлекаете пока к делу? Я его привлекала, но, знаете, у нас так часто он смеется, он больше техник, его больше интересует, ну, как всех молодых людей, соответственно, виртуальное пространство, компьютер, он сейчас немножечко вот так вот занялся сайтами, созданием сайта. И, конечно, он помогает мне, когда я к нему обращаюсь, но, как бы, как он говорит, ткани или еще что-то, он только может так восхищаться мной, посмотрит, ой, как ты нарисовал красиво, или еще что-то. Или там шутка, мама, а ты мне раньше в детстве такое не шила. И в ваш девчачий бизнес мы, мальчики, не лезем. Мы говорим о дизайне и бизнесе с Еленой Арсеньевой. Оставайтесь с нами вдоль, и мы вернемся после новостей. Сегодня у нас вдоль Елена Арсеньева, дизайнер, владелица предприятия по пошиву детской одежды под собственным брендом, член Московской торгово-промышленной палаты. 65 10 99 6 наш телефон. Заходите на наш сайт Финам.фм, страничка программы вдоль. Мы рассказываем вам историю очередного успешного бизнеса. Лен, а все-таки вот мне интересно, почему именно детской одеждой вы стали заниматься? С одной стороны, это приятно, мило, красиво, с другой стороны, конкуренция сумасшедшая. Опять же, с теми же китайцами. Ну, скажу честно, как человек, уже как бизнеса, да, я к этому подошла именно с расчетом, с холодным расчетом. Правительство Москвы, оно поддерживает, как бы это, ну, на данном этапе был момент, когда это был приоритетный вид бизнеса, и желательно, ну, как бы, чтобы его развивали в стране. Особенно школьная форма. Ну, школьная форма для новорожденных, у нас же все-таки очень много вкладывалось для того, чтобы, да, поднять рождаемость населения. Ну, и плюс, Игорь, я уже повторялась, что с детства я любила шить пупсиком, это мое любимое было занятие. Как-то, я иногда смею, что в декретном отпуске, я получаю удовольствие, когда я разрабатываю вот эту вот детскую одежду, особенно для крутничков. У меня есть специальные куколки, даже мы, когда вот выезжаем в бизнес-марафон, там все берут эту мою куклу нянчатую, я говорю, ну, сын или дочь волка у нас точно есть. Вот, я получаю удовольствие. А так, конечно, все виды деятельности у меня открыты, и, если так брать, я параллельно занимаюсь серьезно еще натуральным мехом и кожей натуральной. Это я шью одежду на заказ. То есть это такие уже эксклюзивные... Да, у меня хорошие мастера, хороший скорняк, с которым я сотрудничаю, поэтому я не только... Детская одежда, это, так сказать, мой первый шаг, который экономически, ну, быстрее обоснованно, его можно вывести и получить прибыль обратную. Остальное будет чуть позже. Расскажите, пожалуйста, что вас вдохновляет? Как вы вообще делаете эту одежду? Я не знаю, это же такой кайф, сидеть там какие-нибудь цветочки рисовать, бусинки пришивать и прочее. Хотя, с другой стороны, у детской одежды должно быть огромное количество всяких функционально обусловленных вещей, да? То есть бывает, я, например, как мама, иногда приходишь в магазин, видишь очаровательное детское какое-нибудь платье, но на нём, например, там, брошь с булавкой или какие-то дурацкие неудобные крючки или нашиты какие-то бусины, которые годовалый ребёнок просто оторвёт, засунет в нос или в рот, и это плохо кончится. Вам пришлось дополнительно как-то учиться вот с точки зрения именно технологических особенностей, как правильную одежду детскую шить? Ну, я учусь всегда, и повторяю, что сейчас вот я учусь в колледже, именно как бы его заканчиваю как дизайнер, но нас учат не как вот художников, да, вот нарисовать просто модель, а именно как дизайнер-проектант, который может от начала до конца нарисовать, да, его вначале, и потом в жизнь воплотить. И как прет-а-порте, так и, простите, промышленную вот эту вот коллекцию, которая будет успешна. Поэтому вдохновляюсь я много от чего, но плюс у меня, конечно, как я уже говорила, как в бизнесе очень много преподавателей, которые меня поддерживают, как правительство Москвы, как торгово-промышленная палата, как вот Александр Крохотин, про которого я говорила, и другие мои преподаватели, просто очень нет времени их всех перечислить, я им очень благодарна. Но также в моём институте, это мой декан Ольга Сергеевна Бондаренко, она член торгово-промышленной палаты, прошу прощения, она состоит в Союзе художников, ещё со времён Советского Союза, вместе со своим мужем, он тоже является нашим преподавателем рисунка, она живопись, костюмографик у нас преподает в институте. Я все свои проекты согласовываю с ней, даже сейчас тоже на днях звонила, всё и рассказывала, как идут мои дела. Она обязательно, как человек уже в возрасте, с большим опытом, всегда даёт очень дельные советы, как в цветовом сочетании, если что-то, посмотри то-то, почитай то-то, открой этого художника. Так и функциональных каких-то вопросов. Ну да, а вот эстетическое выражение — это одно. С другой стороны, ещё же ведь, как правильно найти ткани и материалы, потому что детская одежда должна иметь максимальную износостойкость, это то, что стирается два раза в день, то, что должно сохнуть, сушиться очень быстро, не знаю, или в сушильном шкафу, это должно быть что-то такое почти по космическим технологиям, чтобы не терять внешний вид. Я учусь и изучаю постоянно какие-то новинки. Сама, как дизайнер, имею опыт хороший, как технолога, как конструктора, что-то много сама уже могу, так сказать, из этого опыта предложить и понимаю, как это может действовать. Плюс я ещё, благодаря Наталье Марковне, она меня познакомила пять лет тому назад, есть такая группа, она изучает французская компания «Карлин». Она к нам приезжает в Москву два раза в год, они читают тенденции моды, они изучают весь мир, так сказать, как развиваться будет моды, какие цветовые решения, А что, неужели в производстве детской одежды учитываются тенденции взрослой моды? Всё равно переработка, как бы мы ни хотим, понимаете, может быть, новорождёнка, нет, не так. А вот дальше, когда детки уже постарше, ну мы же сами видим, да, да, и сами были маленькими детьми, например, я себя помню, как я там пыталась маме на туфли влезть, да, там на каблучках постоять, там какие-то платья на себя нацепить, подпоясать, чтобы уже быть взрослой девушкой. И я использую вот эти вот приёмы, изучая, взрослую моду, я её перерабатываю в какие-то элементы детской одежды и пользуюсь успехом. Вы всё время учитесь. Я, честно говоря, поражена тому, как много времени вы уделяете своему образованию, и не могу понять, как вы это совмещаете с бизнесом. Вы вообще спите? Спали, он очень мало. Как вам удаётся держать руку на пульсе в собственном бизнесе, и создавать команду, и при этом ещё и постоянно уезжать на бизнес-марафоны, на семинары и прочее? Мне помогает моё окружение. Благодаря им я справляюсь со всем. Вера в меня, так сказать, любовь, ту, которую люди мне показывают, я благодарна им. Я как бы озвучиваю, что я на правильном пути, и мне даёт силу идти дальше. Иногда, конечно, бывает тяжело. А как член промышленной палаты московской, помимо, наверное, каких-то образовательных вопросов, которые вы там для себя решаете, у вас же какие-то есть там обязанности, может быть, функции какие-то особые нет? На данный момент у меня функций и обязанностей как таковых нет, я только с этого года стала членом такого промышленной палаты, вступила. Ну, так, наверное, надеюсь, что мне что-то предложат. А что, возможно, что вы сами станете бизнес-тренером для кого-то? Пока бизнес-тренером не знаю, но вот уже мой институт, и я учусь экономике культуры, Ольга Сергеевна, мне уже не первый год, ну, и здесь уже в том году озвучивали, как мастер-классы проводить вот именно студентам, слушателям, которые учатся, ну, более молодые на факультетах. Мастер-класс по конструированию дизайна? Нет, а вот именно создание бизнеса, потому что, так как мы учимся как дизайнер-проектант, многие желающие по окончанию этого института, ну, желание, да, там свои дизайнер-студии какие-то открыть или еще что-то. Люди хотят, а как это правильно сделать, да, тоже, чтобы вот кто-то наставник был, ну, вот хотят меня предложить, как бы у нас ведутся такие вот сейчас переговоры. А вы чувствуете, что вы сможете научить делать бизнес? Вначале боялась, честно говорю, сейчас уже так дальше, чем дальше, во-первых, мне подсказали люди, что надо обязательно делиться своим опытом, и я так что-то подумала и решила, что действительно, наверное, пришло время. Мне кажется, что действительно, когда ты делишься с кем-то своим опытом, ты сам еще раз это все проживаешь по-новой, и, наверное, какие-то вещи там при взгляде издалека, со стороны по прошествии какого-то времени по-другому воспринимаются. когда вы поняли, что у вас получается этот бизнес, что для вас стало вот таким вот ощутимым первым результатом, когда можно было сказать, да, мой стартап перерос в уже полноценное дело? Наверное, скорее всего, больше всего в этом году окончательно я убедилась, что раньше я жила, я двигалась, да, я видела, так сказать, что я иду правильно, мои преподаватели мне все поддерживали словами, что я на правильном пути, что у меня хорошее будущее, но в этом году вот на этих переговорных площадках, про которые я вам говорила и в бизнес-марафоне, я именно услышала сама лично от людей, потому что когда я выезжала, я брала свои образцы, ну, еще есть люди, партнеры мои, где я там размещаю свои заказы, ну, кто-то просил взять и их продукцию, показать ее, да, и я никогда не озвучивала и не вешала ее. Где чья? Где чья? Я всегда вешала и представляла, как это все мое. И когда приходили люди и отбирали именно мое, я для себя делала плюс, что все-таки я правильно изучила маркетинг и что я правильно увидела, что в этом направлении нужно работать. Потом вот уже я вам говорила, Владимир... В Китае? Нет, не в Китае, сейчас мы в городе были, в Нижнем Новгороде и еще в Владимире. Владимир же там тоже очень мало денежек получают, они зарплаты маленькие. А мы же выезжаем уже к готовой базе. Перед нашим приездом в каждый город местный региональный маркетинговый центр, которые там обращаются за помощью, они для нас изучают город, готовят магазины, делают презентацию нашей продукции. И когда я приехала, вдруг смотрю, ко мне подходит женщина, незнакомая, здравствуйте, как дела? Ну, так с улыбкой начинает интересоваться моими делами, я удивилась вначале. А потом она подошла, говорит, вы знаете, я лично изучала маркетинг, показывала ваши образцы, вот именно фотографии образцов, там ходила по магазинам, и всем очень понравилось. Пожалуйста, вот она как раз, я услышала от нее, сделайте так, чтобы в нашем городе появилась ваша продукция, сделайте ее доступной нам по цене. А вот, я так понимаю, что уже, уже продукция уже отшита, и уже ее можно представлять, да, и просто поставлять в магазины. Как вы входите в сети, там, я не знаю, в магазины? В сети я не вхожу, я вам рассказываю, как раз при помощи бизнеса от этого марафона, который нам помогает при поддержке правительства Москвы. То есть, получается, правительство Москвы организует бизнес-марафон в содружестве с правительствами регионов, правильно? Правительство Москвы, как бы, на это проходит больше, я поняла, что это, вообще-то, раньше была, компания называлась ММЦ, сейчас они по-другому уже называются, но состав почти тот же. Они помогали при поддержке, правительство Москвы им оплачивало эти услуги, а они занимались изучением маркетинга для нас. И продвижением вашей продукции на региональные рынки. Не обязательно моей, там вообще любые компании могут быть, и свет, и мебель, там выезжают до 30 компаний. Но это, понимаете, честный отбор, потому что за два месяца в тот город, в который планируется поездка, мы все отдаем раздаточный материал с ценами, с прайс-листами. И на месте люди уже изучают два месяца. Вначале обзванивают, задают вопросы, интересно или неинтересно, потом подъезжают, показывают наши презентации. И кто изъявил желание, мы уже едем, так сказать, к готовой базе. Нам выделяется площадь, где мы можем встретиться и провести переговоры. На эту площадку приходят люди, уже готовые с нами встретиться. Мы показываем образцы или договариваемся сразу, или о дальнейшем сотрудничестве. Это двухдневная поездка. А на второй день нам предоставляется такси и тоже оплачивается правительством Москвы. Мы уже имеем возможность в течение рабочего дня уже выехать в эти региональные компании, с которыми мы познакомились, и на месте с ними уже поближе познакомиться, посмотреть, какие у них условия, как они продают, что у них там, что склад или магазин какой-то. А вот когда вы увидели первый раз партию отшитой и придуманной вами одежды, это было сильное впечатление? Это я видела всегда, пока работала как наемный сотрудник. Когда это уже в таких промышленных масштабах, китайских? Я вам скажу честно, что вообще потрясающие чувства, а больше всего, это не когда ты видишь партию, а когда ты видишь на улице. И я это вижу до сих пор. Деток в своей... И не только деток, но и взрослых, потому что я и взрослую одежду разрабатывала. А вы для себя шьете? У вас есть время на себя что-то сконструировать? Сейчас нет. Только в рамках обучения, то, что мы там проходим, курсовые работы, то шью. Для себя сейчас уже не шью. Но получается, в любом случае, что чем дальше вы будете погружаться в бизнес, тем меньше, наверное, вы будете делать руками сама. Не знаю. Не соскучились руки еще по шитью? Вы знаете, мне один человек задал вопрос, что как вот я так могу? Я настолько люблю свою профессию, я не могу пока сказать, что я готова отойти от дел. Надо, наверное, чем-то увлечься так, чтобы я захотела это сделать. Не, ну а как? А если бизнес-процессы захлестнут, то придется только делать, что ездить, управлять, администрировать, вести переговоры, а конструировать и шить, это будут уже какие-то другие наемные люди. Возможно ли это? Продолжим разговор после новостей с Еленой Арсеньевой. У нас в студии дизайнер, владелец предприятия по пошиву детской одежды под собственным брендом, член Московской торгово-промышленной палаты Елена Арсеньева. 65 10 99 6 Московский телефон, финам.фм, финам.фм наш сайт, страничка программы в доле. Если есть вопросы, заходите. Лен, но я так понимаю, что действительно у вас сейчас каким-то детальным образом времени хватает еще и на то, чтобы помогать кому-то и наставником быть для кого-то, и даже еще с кем-то сотрудничать в партнерске. Расскажите, что вы делаете сейчас, как, вот вы мне рассказывали про Питер, и как наставник, и как конструктор, все равно, к которому обращаются люди со стороны, потому что, ну, видимо, действительно вы уникальный в своем роде человек. Спасибо. Да, я до сих пор помимо своей коллекции, так как я бизнес все-таки стараюсь развивать на свои деньги, я еще оказываю услуги другим фирмам, именно на стартапах. Я выступаю как дизайнер-конструктор, который также отрисовывает, ну, да, конечно, задание дается фирмой, они говорят, да, в каком направлении они бы хотели увидеть ту или иную коллекцию, в каком-то цветовом сочетании. Мы заключаем с ними контракт, чаще всего это коллекция, полгода работы получается. Вот сейчас на данный момент я работаю с питерской компанией, я им разрабатываю небольшую коллекцию курток на утеплителе, зимняя коллекция. А как, то есть, к вам что, может обратиться любая компания, которая хочет качественно? Кто меня знает. Пока на данный момент, может быть, придет время, когда уже кто хочет, но я боюсь, что к тому моменту, может быть, я уже не буду так. Не до того. Да. На данный момент это, конечно, больше по рекомендации, и те люди, с кем я уже работала, кто увидел финансовую успех конечный, проходит время, и они возвращаются опять к вам. А вот есть разница для вас, когда вы работаете для себя, и когда конструируете на страну что-то? Работаю я с полной отдачей. Сложность в том, что, ну, конечно, уже как руководитель своего бизнеса я привыкла его определенным способом выстраивать, рассчитывать, да. Сейчас, ну, сложность, только вот в данный момент очень хорошее руководство в этой питерской компании, которое грамотно смогло объяснить свое видение, к сожалению, не все могут, это сделать. То есть поставили задачу адекватную? Да, грамотно, грамотно, даже визуально ее смогли, хоть, может быть, где-то по-своему, но даже нарисовать смогли, что они хотят. Вот было легко очень, и сейчас очень комфортно с ними работать. Проблема бывает в другом, то, что люди, потому что, получается, не я уже управляю процессом, а мне, да, диктуют. И бывают, конечно, где-то какие-то ошибки, накладки, что мне приходится уже, так сказать, работать, но не в тех рамках, в которых я привыкла где-то. В некомфортном для себя. Мне уже некомфортно. Я понимаю, что если так будет продолжаться, что, может быть, я где-то уже, может быть, я откажусь. А скажите, вот, наверное, кто-то нас слушает сейчас и думает, ну да, конечно, Китай, да, российский дизайн, все равно вы не сможете конкурировать с огромными какими-нибудь там монстрами, производящими детскую одежду, с какой-нибудь реймой там или еще что-нибудь в этом роде. Вот у них и ткани покруче, и фурнитура посерьезней. Вот в плане, с точки зрения качества мы выдерживаем конкуренцию. Не промокают штанишки, в которых можно в луже посидеть? Я просто, я не знаю, как там другие, кто выпускает, да, свою продукцию. Я именно, цена-качество у меня вот именно идет. Я никогда, из-за того, что я начинала работать, именно я уже училась и говорила вам, что я училась, именно в начале с дизайнерами я работала, именно дорогая одежда. И первая моя коллекция, с которой я вообще вышла на мир детства, это была тоже коллекция люкс, именно детская одежда. Это натуральные шубки для деток и кожа. Просто мне все поаплодировали, но кризис на дворе, сказали, все это красиво, хорошо заявили о себе. Как раз вот правительство Москвы меня с этой коллекцией увидело и предложила в эти проекты дальше там учиться, куда-то ездить. Но они не востребованы, людям не нужно в массах такое, понимаете. И все равно для меня на первом месте стоит качество. Это ткани, красители, в первую очередь, чтобы это было безопасно, как вы говорите, если какая-то фурнитура, чтобы ребенок ее там не оторвал и в рот себе не положил, не проглотил. А другой проект, вы как раз говорили, то, что если в каких-то проектах участвую, я сейчас еще сотрудничаю, начала сотрудничество с журналом. Это Наталья, Конлига Пресс выпускает этот журнал. Сейчас уже в следующем номере, я вчера звонила, разговаривала, выходит уже этот журнал. Я начала вести с ними небольшую рубрику. Сейчас очень много информации о вязании вручную, но мало о вязании на машинках. Вы успеваете еще рубрику из мира рукоделия вести? Меня попросил мой преподаватель из института, как бы нас познакомил, и была озвучена проблема. А я сотрудничала уже с этими журналами, я в свое время Шику писала статьи, еще давным-давно, только по градации. Но так как у меня есть технолог, который первичные образцы, вязанные в домашних условиях, на домашней машинке вяжет, чтобы именно сразу на фабрику отправить готовый этот образец, уже не надо им на пальцах объяснять китайцам, они видят его и просто перерасчитывают уже для производства, повторяют его только на производстве уже по своей технологии. А этот образец у меня остается, и прописанная технология остается, и мы уже размещаем для журнала. И вот любая рукодельница, у которой есть машинка для вязания, она может познакомиться с этим и повторить. Да, вот сейчас... Ну подождите, а если она повторит это для себя, а вы это там шьете, значит, она уже это у вас не купит, а сделает сама? Не страшно? Делиться секретами? Ну на данном этапе, я же не все модели им отдаю, а так, ну, те, которые разрешают, тем более все равно, что там есть и мое имя, я зачищаю свои... Права. Права. Вы сказали, что у вас грандиозные планы на будущее. Можете чуть-чуть ими поделиться? Я так поняла, выход на СНГ и дальше... Ну это само собой. И дальше за границу? Ну это как бы однозначно. Тоже с детской одеждой? С чем я буду выходить, я еще подумаю. Надо выехать и посмотреть, что там вообще нужно. Так, а еще? Ну у меня... Я не хочу открывать свои тайны, честно говоря. Чтобы не сглазить? Нет, не то, что не сглазить. Я как это... Знаете, лучше потихонечку. Но интрига, когда присутствует все-таки в женщине. Это интересно. Но все эти планы все равно в области дизайна, конструирования одежды? Не только. Не только. Но вы даете. У вас еще и на это время не сил хватит? Ну пока я вот живу, и пока я такая вот жизнерадостная, люблю людей, мне хочется для них что-то еще оставить на этой земле, память какую-то. Скажите, пожалуйста, финансовый успех, несколько раз вы про эту фразу произнесли. Я не буду спрашивать, в каких цифрах он измеряется. Но, конечно, и мне, и нашим слушателям очень интересно, на что вы тратите ваши деньги. Что вы любите покупать? Как вы любите проводить свое свободное время? Что вы можете себе позволить теперь, когда вы стали бизнес-вума? На данный момент я еще позволить себе могу очень мало. Все в бизнес? Ну да, потому что, говорю, повторяю, что развиваю именно на свои деньги, соответственно, как они приходят, так они стараются большей части уходят опять на воплощение моих коллекций каких-то. Но основное, конечно, как женщина, мне тоже хочется и ухаживать за собой, выглядеть хорошо, соответственно, какая-то одежда, какие-то процедуры, чтобы... А какой процент бизнеса, какой процент доходов вы можете себе позволить положить в карман? Ну, небольшой пока. Просто люди, когда я озвучиваю, не верят, что я так мало на себя трачу сейчас. Не жалко себя? Жалко, потому что люблю себя очень. Но пока не могу позволить. Но есть такая теория, что если ты на себя начинаешь больше тратить, то ты больше начинаешь зарабатывать. Потому что вот у тебя есть образ жизни, который надо обслуживать, и ты еще больше мобилизуешься, и какие-то ищешь новые способы дохода. Или это не ваш случай? Нет, это мой случай. Но на данный момент я могу просто как бы озвучить, на что я потратила сейчас. Какая-то первая прибыль пришла. Я сразу купила себе программу. Есть такая программа «Гербер» для конструирования. Я в ней работаю. Она дорогая? Ну, вот конструкторское место стоит... Ну, там около 200 тысяч, получается. Ничего себе. Вместе с установкой. Сейчас я обучение как бы повторю. Повторно буду проходить. Но она очень хорошая. Она ускоряет процессы. И тем более легко в ней строить, ускорять процессы и отправлять по электронке можно. Это не рулоны, бумаги, которые нужно почту отправлять или в руках везти, а здесь просто... То есть уже такое 3D-моделирование, да? Нет, там обыкновенно это как инструмент, но он очень просто гибкий. И в дальнейшем при развитии он... Мало того, что Китай, и многие такие ведущие фирмы, я знаю, пользуются этой программой, и к ней есть возможность потом раскладки, которые быстрее ускоряют процессы. Потом можно даже купить установку для раскроя. Ну, как бы, если так вот развиваться глобально, можно докупать определенные уже места рабочие и меньше людей задействовать. Вам хотелось бы стать законодателем детской моды? Не просто шить одежду для деток удобную, комфортную, а вот так вот, чтобы о вас говорили, чтобы за вашим брендом гонялись, чтобы это был какой-то и имиджевый тоже элемент, а не просто коммерчески успешный. Да, я хочу, и как бы уже заявляю где-то в рекламах, что я именно являюсь законодателем. Для этого же надо тоже будет какую-то маркетинговую стратегию выстраивать. Мы сейчас выстраиваем. Мне кажется, что просто в одежде, ну, по крайней мере, для меня, и даже в детской, очень важна какая-то идеология, потому что твой бренд, он должен не просто, если ты хочешь быть ярким и заметным, да, у тебя должна быть легенда. Вы уже начали сочинять свою легенду? Вы знаете, я уже несколько раз ее переписывала. А чем не устраивает? Ну, потому что, знаете, пока ты учишься, взрослеешь. Ну, например, вначале вообще, когда я только открывала свой бизнес, я планировала свою торговую марку назвать Lady Baby Baby Boss. Но мне сказали, что как бы это уже на слуху, боссы, вот эти вот все Lady Baby и длинные названия. Потом я начала учиться в торгово-промышленной палате, прошла там несколько курсов и как развивать инновационный бизнес, потому что мне все-таки косвенно является инновационным, так как как дизайнер много чего там новинок предлагаю своих. Вот. И последний раз на бизнес-планирование, когда мы рассчитывали и озвучивали название, мне как раз вот сказали, что ни в коем случае не называйте себя по-другому, у вас хорошее имя и фамилия, как бы вот Елена Арсеньева, как дизайнер, это было бы хорошо. И в поездке в бизнес-марафоне, в этот раз мне тоже в одном городе уже, вот кто нам помогает вести эти поездки, подошел молодой человек, подсел и тоже так со мной задушевно поговорил, что все-таки уже за 4 года очень много вложено денег, мой имидж, что многие регионы меня уже знают, потому что... Именно по имени и фамилии. Да, так как я ИП и сейчас все-таки планирую открывать ООО, мне вот порекомендовали, что все-таки сохранить, как Елена Арсеньева, и, наверное, я вот почему говорю, переписываю, потому что думаю, как теперь себя назвать, как ООО, там, может быть, модный дом, ну, что-то надо придумать такое, чтобы это было красиво и уже навечно. И на слуху. Да. Ну и свое имя сохранить. Что вы посоветуете начинающим бизнесменам в вашей области, которые хотят создать свой бренд одежды или свое ателье? Не бояться, не опускать руки, потому что первый путь, он самый трудный, будут ошибки, это нормально. И много учиться. И много учиться. Причем не только швейному делу. Спасибо огромное. С нами в доле была дизайнер Елена Арсеньева. Всем желаем хорошего дня. Оставайтесь с финам.